Сегодня мы находимся в период регионального и глобального геополитического беспорядка. Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович в одной из своих речей прокомментировал распад Советского Союза, как большое бедствие, предвидев будущее, предпринял нужные меры и действия. Президент Российской Федерации Президент Российской Федерации Каждый из центров силы в Америке сосредоточен на другой стратегической цели. Геополитические проблемы приводятся в еще более тупиковую ситуацию при такой двойственной власти. Самым важным шагом президента Путина, который изменил мировой баланс, является присоединение Крыма к России и проактивная политика в Сирии. Эта политика впервые дала возможность продвижения силам, которые сопротивлялись американской гегемонии на Ближнем Востоке. Президент Российской Федерации В 2010 году в Вашингтоне демократы во власти изменили американскую военную стратегическую концепцию. Эта стратегия основана на том, что вмешательство в проблемы Среднего Востока и Восточной Европы проходило через своих союзников. Тем самым они смогли бы сдвинуть свою военную мощь на тихий океан. Вашингтоне в Европе, что в Америке и Средиземные стратегии Абрика, Средиземные стратегии и агентствующей агрессии, и уже крайне смысл, не продавал этому стратегию. vehicle с Америка и Америка , в Искрите,ổные стратегии, и США, это посадочное 취орит. Америка, которая не смогла добиться своей цели на Среднем Востоке и в Европе, попытается начать войну на Тихом океане и тем самым включить в эти войны страны, такие как Китай и Россия. А какая же Америка попытается это сделать? Это определяют ноябрьские выборы. Вероятно, Hillary Clinton сможет издинить структуру двоевластия в Америке. Вопреки распространенному мнению, власть Дональда Трампа сможет создать больше возможностей для глобального компромисса. Продолжение следует... Продолжение следует... Духовная миссия президента Путина указывает нашему миру Путин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...